Агро-Омск Агро-Омск 2013 Выставка Агро-Омск сегодня проводится в 11 раз. Сегодня здесь представлены экземпляры самопередовой сельскохозяйственной техники и продукции животноводства. Начиная от новейших тракторов и заканчивая новыми породами различных животных и птиц. Это все сегодня. Здесь собран самые элитные, самые лучшие образцы того, что производят и делают наши сельхозпроизводители. Сегодня выставка это не просто осмотр павильонов и изучение продуктов. Это сегодня и форум, где собираются ученые, где собираются руководители предприятий, фермеры, где сегодня идет обсуждение новых технологий. Сегодня заключаются контракты на дальнейшее продвижение той техники, которую мы производим. По итогам прошлого года все выставочные образцы нашли своих покупателей. Поэтому мы сегодня понимаем и отмечаем то, что наши сельхозпроизводители готовы двигаться не только по старинке, но и приобретать новую технику в тех форматах, которые сегодня им предоставлены. Омская область по производству молоку, мяса и зерна входит в десятку лучших регионов России. Вторыми мы сегодня в Сибирском федеральном округе впереди нас только Алтай. Второе место устойчиво держит наш регион. Я не просто говорю об этом, я говорю о тех показателях, которые действительно сегодня поднимают наш уровень производства сельского хозяйства. И пользуясь случаем, хочу сказать особое, огромное спасибо тем людям, которые работают на земле. Низкий поклон вам за то, что вы сегодня делаете, за то, что вы даете нам хорошую, качественную продукцию. Дорогие земляки, амичи, я всем хочу сказать сегодня огромное спасибо за тот вклад, который вы делаете и даете в развитие Омской области. Хочу всем вам пожелать доброго здоровья, настроения, чтобы все, что вы для себя задумали, сбывалось и ваши предприятия процветали. Ну а гостям выставки провести сегодня хорошо, удачно свой день, чтобы это был просто действительно праздник. С праздником, Азарьки Мичи. Спасибо. Слово предоставляется министру сельского хозяйства и продовольствия Омской области Виталию Александровичу Эрлиху. Дорогие амичи и уважаемые гости. На территории выставки, которая занимает площадь более 12 гектаров, сегодня представлены достижения сельхозмашиностроения, генетические и селекционные разработки наших ученых, продукции пищевиков и переработчиков. В ярмарке принимают участие более 300 предприятий России, ближнего и дальнего зарубежья, более 100 представителей омского малого и среднего бизнеса. Мы рады видеть среди наших гостей и участников представителей Белоруссии, Казахстана, Монголии. На юбилейных мероприятиях в рамках выставки, которые посвящены юбилею нашей науки, 185-летию сибирской науки и 85-летию Сибнисхоза, принимают участие ученые из Москвы, Новосибирска, Волгограда, Алтая, Кемерово, Красноярска, Тюмени, Иркутска, Хакасии и других регионов. Впервые на выставке на отдельной площадке представлена продукция омских производителей сельскохозяйственной техники и оборудования. Сегодня 21 предприятие занимается этой тематикой, и номенклатура этих изделий превышает сегодня 110 единиц. Как известно, любое производство – это рабочие места, это налоги в бюджеты всех уровней, и здесь у нас большие перспективы. Еще одна цель выставки – это ознакомление жителей города и области с продукцией пищевой и перерабатывающей промышленности. И уверен, что все, кто посетил павильон соответствующий, убедились в том, что слухи о кончине производства и переработки продукции, в том числе и молока, очень преувеличены, мягко будем говорить. О аллее наших мастеров, умельцев, цвета, сада, овощеводов, пчелокролиководов и прочих-прочих убеждают нас в мастерстве, профессионализме, творчестве омичей. От имени организаторов выражаю благодарность всем, кто принял участие. Уверен, что выставка будет интересна посетителям всех возрастов и особенно детям. Они хотя бы узнают, может быть, кто-то впервые, откуда берется мясо, молоко и хлеб. Поздравляю всех с открытием выставки, желаю всем плодотворной работы и хорошего времяпрепровождения. Спасибо. Слово предоставляется мэру города Омска Вячеславу Викторовичу Двораковскому. Уважаемые участники выставки, уважаемые гости, от имени администрации города Омска, от имени населения города Омска, я приветствую вот такую замечательную выставку ее участников. И мы очень рады, что это происходит в Омске, ибо Омск есть центр административный, высоко развитого аграрного региона. Конечно, на выставке чисто профессионально получат пользу и результат все участники, потому что сама по себе выставка – это призыв к совершенству, это призыв к освоению чего-то нового, то есть движение вперед, есть развитие. Об этом сказано, и это главное. Но я еще хочу сказать следующее. Мы сотрудничаем со всеми, вернее, мы сотрудничаем с нашими селянами. Почему? Потому что, хочу сказать простыми словами, и эта история наша недавняя подтверждала всегда, город не может жить без села, село не может жить без города, равно как и развиваться не может и то, и другое без вот этого, так сказать, без этой интеграции, без этой кооперации. Это слова не просто декларация. Мы практически шаги делаем. Последнее из них – это мы заключили соглашение с Омским районом, с Азовским немецким национальным районом о сотрудничестве. Вот на этом примере я хочу сказать, основная задача города сегодня – как поддержать производство сельхозтехники, как поддержать производство оборудования для перерабатывающей промышленности, поддержать их предпринимателей, этих активных людей, и самое главное – обеспечить устойчивый рынок сбыта сельхозпродукции, которая произведена в Омской области. Чтобы мы с участием наших аграриев могли организовать достойную конкуренцию всей продукции, которая приходит из-за границ города, из-за границ Омской области, равно как из-за границ Российской Федерации. Вот выставка работает, все от нее тоже заинтересованы. Мы тоже. Всем удачи, пусть она принесет всем пользу, а мы будем укреплять свои позиции и наполнять рынки Омска качественной нашей областной продукцией. С праздником! Будьте успешны, будьте здоровы, всего вам доброго! 11-я Сибирская агротехническая выставка-ярмарка «Агро-Омск-2013» открыта! Желаем отличного настроения, продуктивных и деловых встреч всем участникам и гостям выставки. Сегодня она предоставляет отличную возможность найти новых деловых партнеров, установить долгосрочные контакты с финансовыми, производственными и научными учреждениями России и Сибирского региона. Редактор субтитров А.Семкин